приветствую все зрители моего канала меня зовут марина и сегодня мы с вами начинаем новый фетровый процесс у меня наметилась весенняя неделя стартов и соответственно по аналогии с зимней недели стартов там у меня был фетровый процесс и я думаю что в этот раз у меня тоже будет фетровый процесс он запланирован у меня на весну единственное что конечно тот процесс который был у меня зимой он был гораздо легче это было 12 фетровых игрушек но это все отдельные отдельные игрушки они делались достаточно быстро достаточно легко а это первый мой набор от торговой марки буцилла да и вообще в принципе мой первый фетровый набор который это будет одно большое изделие цельное немного страшновато но мне кажется что наверное разберусь в общем набор вы видите его артикул называется он budge fly garden это такой баннер вот так вот он выглядит здесь голубой фон который расшивается пайетками и на этот голубой фон вот пришиваются листочки подсолнухи я уже вижу что подсолнуха в стебельчатым стежком делаются вот эти вот перепон очки чем-то черненьким делаются как будто семечки бабочки что-то мне подсказывает что бабочки наверное будут как-то отдельно сшиваться а потом пришиваться на этот фетр бабочки 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 такой белый забор у меня кстати есть еще один баннер зимний и там тоже забор и вот внизу трава и тоже всякие цветочки травинки так вот так это все выглядит с другой стороны здесь фетр и остальные материалы сейчас будем открывать смотреть значит здесь у нас должен быть фетр с нанесенной печатью white palan это наверное вот этот пилон не встречала раньше это слово но я думаю что это вот эта вот белая штука для задника потом разобранные цветные пайетки и бисер две иголки инструкции это насколько я понимаю новинка написан 2021 но почему-то я раньше его не видела и что давайте мы с вами это все дело откроем и посмотрим что нам там в производитель положил достаем это опять же мой только 2 набор буциллы которые будут делать поэтому мне еще все это очень очень интересно вылезай так запаяно это все в пакетике тут что-то написано про то чтобы попробовать не удушиться этим пакетом в общем нужно быть с ним осторожным так это материалы давайте сначала посмотрим фетр значит вот еще поближе самому превью тут нужен будет еще какой-то держатель куда это все будет привешиваться красота там картонка и инструкция это нам очень надо и какая-то она худенькая так вот у нас диаграмма ну что я вам могу сказать над бабочками придется потрудиться так значит здесь материалы которые нам еще понадобятся дополнительно как пришиваются как делаются какие стежки и здесь есть инструкция значит на шаге один мы делаем вперед на шаге 2 мы делаем бабочек на шаге 3 мы заканчиваем это все делаем ну в принципе я убедилась уже на опять же своем предыдущем наборе первым и пока единственным что это выглядит сложно но на самом деле это просто последовательность шагов то есть это просто делай раз делай два делай три и в итоге за счет вот этого вот наслоения получается какой-то хороший результат так интересно не не скажут ли нам туда засунуть картон потому что у меня такое было в игрушках моих ну я понятно никакой картон туда не засовывала так хорошо это нужно будет внимательно прочитать давайте посмотрим что у нас здесь по фетру а кстати а ключ где ага я знаю где вот ключ у нас на обложке значит у нас цветов фетра должно быть раз два три четыре пять шесть семь восемь девять цветов фетра шесть семь восемь девять цветов пайеток два цвета бисера причем прозрачный и черный у меня был прозрачный красный прозрачный и черный куча будет вот этого аутлайн стич стебельчатого стежка вон три четыре пять шесть семь восемь разных стебельчатых стежков разное сложение и куча ниток ну что девять дальше правильно шесть семь восемь девять цветов фетра ну сейчас посмотрим так я так понимаю что вот это вот у нас основа и вот так вот она у нас выглядит верх ногами так вот это основа ну слушайте я думала что он будет даже наверное больше размер здесь тридцать четыре девять на пятьдесят четыре шесть то есть 35 на 55 сантиметров даже какое-то солнышко ну даже сильное солнышко так я этого не планировала красивый цвет красивый не самый плотный фетр конечно такой чуть-чуть прозрачноватый вот видите если сейчас как раз хорошо на солнце видно вот структуру фетра видите такой немножко жиденький но я думаю что не страшно так ну вроде основа выглядит опять же опять же не страшно заломы это все прогладиться утюгом никаких заломов у нас не будет так значит это голубой серьезно так это у нас белый здесь у нас детали для забора для так а что это такое а вот эта длинная штука это вот она тут тоже деталь забора и куча каких-то деталей бабочек у нас на белом фетре потом фиолетовый ой фиолетовый такого красивого очень цвета фиолетового он для цветочков для бабочек у нас потом это задник интересно можно ли его погладить не самое приятное на ощупь не самый приятный на ощупь материал я даже не могу назвать эту тканью такой он слышите да то есть он будет давать заломы вот видите многочисленные ну посмотрим посмотрим как мы это сможем туда прикрепить так это пока откладываем зеленый вернее салатовый ну тут куча всего это у нас и трава вот этот вот этот вот кустик это вот он и и трава и всякие листочки листочки так это у нас основная трава это у нас все вот это вот внизу темное а что же за зеленые прямоугольники это подвесы листочки а вот это что такое длинное а это вот эти боже оно же такое тоненькое как его шить вот эти вот из фетра ножки и ножки зелени ножки подсолнухов ладно потом оранжевый оранжевый это у нас для бабочек черный желтый 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 это у нас для а вот так вот у нас подсолнухи судя по всему делаются отдельными лепестками смотрите я думала это какое-то цельное что-то но нет это куча отдельных лепестков которые будут на сшиваться друг на друга внахлёст то есть лепесток 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 и вот так вот крыло бабочки вот этой вот так и коричневый это у нас серединки подсолнухов и что-то еще круглое и вот этих маленьких и деталей бабочки так давайте теперь посчитаем раз два три четыре пять шесть семь восемь девять все совпало прекрасно потому что я травмирована опытом других девочек которые делают ветровые наборы у которых бывало такое что что-то не докладывали конечно мне бы такого не хотелось так значит открываем нитки нитки и пайетки нитки разберу на органайзер здесь конечно побольше ниточек у меня в моем предыдущем было что-то три или четыре цвета здесь ниток раз два три четыре пять шесть семь восемь девять цветов но в принципе они здесь тоже достаточно легко должны разбираться желтая оранжевая зеленая темно-зеленая светло-голубая фиолетовая коричневая черная и белая то есть я думаю что с разбором не должно быть каких-то проблем ой иголки две иголки одна вот такая вот с широким ушком а другая вот такая вот длинная и тонкая и пайетки и бисер бисер я заменяла в прошлый раз здесь прозрачный бисер но он такой немножко прозрачно-сероватый и черный но оно все не калиброванное вот смотрите даже какие попадаются артефакты вот посмотрите вот это что такое за бочоночек то есть бисер да такой весь прям кто в лес кто под рова так а пайетки здесь хорошие единственное что да эти пакетики пайетки все нужно пересыпать у меня кстати есть баночки да должны быть потому что у меня были только белые и белые красные и зеленые по-моему сейчас я что-то напутаю ну в общем таких зеленых как у меня были здесь нет красных здесь тоже нет единственное что белые вот меня правда смущает почему белые у нас вот и вот тут еще чуть-чуть досыпали это что такое ну это же одинаковые одинаковые ну и конечно ну увидите что происходит тут у нас голубые пайетки но тут и салатовая пайетка попалась и красная бисеринка которых вообще нет в этом наборе но она здесь а и белая пайетка здесь а темно-зеленая пайетка в салатовых пайетках ну вот как то так вот они живут как то так у них все происходит вот цвета красивые и здесь коричневые тут тоже посмотрите ну вот происходит просто не пойми что тут и салатовая пайетка и снова таки красная бисеринка а здесь прозрачная бисеринка застряла в фиолетовых пайетках тут застряла оранжевая в черных ну то есть как то что то такое загадочное происходит на производстве что меня смущает мне кстати в прошлом наборе не хватило фиолетовых пайеток ой фиолетовых господи не хватило красных я вот смотрю на фиолетовые думаю может мне и фиолетовых то не хватит как то их прям десяток тут какой то лежит так а куда они мне нужны они здесь вот есть тут 10 штук тут еще ну посмотрим не так много но это у нас пайетки 5 миллиметровые и я немножко психанула а у меня даже здесь рядом есть доказательства того что я немножко психанула и заказала на алиэкспресс вон оно у меня еще лежит так как я вам снимала показывала видео я заказала целую кучу пайеток вот в таких вот они пакетах продаются и вот кстати интересно я этого вообще не планировала но сейчас подумала я тут позаказывала все цвета которые были потому что мне тяжелую моральную травму нанес предыдущий набор в котором пайетки закончились и вот мне интересно есть ли у меня что то похожее на эти фиолетовые но это слишком яркое я думаю ну в общем я смогу что то наверное подобрать вот кстати у меня еще есть вот такие вот цветочки красивые и мне бы тоже хотелось их куда нибудь пришить знаете уже исключительно из собственной инициативы посмотрим по моему я еще какие то красивые тоже покупала как цветочки а вот такие вот у меня еще есть и какие то были так ну снежинки это не из этой оперы еще какие то вот такие вот были ну вот эти вот прям красивые объемные в общем посмотрим посмотрим вот такие вот у меня есть два варианта конечно немножко не то но в принципе оно не будет бросаться в глаза если их не делать рядом а например вот на одной бабочке сделать одними пайетками на другой бабочке пришить две таких вот я думаю абсолютно ничего страшного не произойдет или на цветочках пришить такие в общем я теперь не волнуюсь о том что у меня могут закончиться пайетки потому что мне есть из чего выбрать вот такая вот история где здесь что здесь идет первым пунктом первым пунктом у нас здесь сделать вышивку пришить пайетки и бисер на переднюю часть бамера то есть пайетки это вот эти вот голубые вот то что все расшито а сделать вышивку это наверное вот эти вот стебелечки которыми которым будут потом листочки пришиваться да наверное да вот тут вот стебелечки а усики у бабочек усики у бабочек вот они они тоже вышиваются прямо на вот этой основе ну в общем будем разбираться будем разбираться а что вторым пришить стемс что у нас такое стемс стебли вот как я жила и до сих пор не сталкивалась на английском со словом стебли в общем вторым шагом стебли пришиваются ну и так далее и так далее и так далее я надеюсь что я разберусь как это все делать конечно впечатляет количество всего но сама хотела играйся теперь так что увидимся с вами в следующем кадре и я вам покажу уже какие-то свои первые продвижения но всем привет виделись мы с вами 4 марта сегодня у меня уже 22 апреля делаю я делаю баннер делаю 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 и тут мне приходит мысль что я же вам не показываю никаких продвижений давайте сейчас покажу вам что у меня есть на сегодня вот он мой баннер как он будет выглядеть и вот так он выглядит сейчас что я вижу что я вижу здесь во первых я вижу вот эти какие-то ну возможно его можно будет как-то еще прогладить но меня немножко смущает я думаю тот момент который вы тоже прекрасно видите вы прекрасно выглядите тот момент который вы тоже прекрасно видите это вот это вот волна которая у меня здесь пошла я еще никогда ничего такого большого из фетра не делала и я не знаю как будет я тут делала вот этот вот эту часть забора фетр который белый вот этот вот для забора он толще чуть не в два раза но то что в полтора раза толще это точно чем вот этот вот фетр основы посмотрите он прозрачный вы видите вот пожалуйста вот мои пальцы на свет он абсолютно прозрачный мне кажется для основы конечно стоило бы взять что-то более плотное так да меня конечно этот момент волнует ну я тут вот эти вот листочки я их слишком сильно понабивала и возможно мне еще придется с ними как-то взаимодействовать в общем как здесь развивались события у нас тут кстати выходит солнце рядом может я вам его и на солнышке покажу значит как здесь развивались события я погладила весь фетр это ну весь на котором были заломы вот это вот осталась полоса я думаю вы ее тоже хорошо видите вот она по центру вот я не могла понять что оно такое оно похоже на грязь как будто бы но на самом деле это не грязь это ровно середина баннера то есть это то место где он был свернут пополам я так понимаю что фетр просто в том месте истончился когда был свернут и вот вот такая вот получилась история посмотрим если когда я понашиваю на баннер все детали если это будет бросаться в глаза может каких-то еще сюда посажу рандомных пайеток чтобы это опять же не бросалось в глаза первым делом что нужно было сделать первым этапом нужно было пришить пайетки и сделать всю вышивку на самом баннере то есть на самом вот этом вот голубом фетре пришить пайетки я думаю вы видите вот все голубые пайетки которые есть вот это вот все они тут нашиты я делала протяжки то есть я не крепила каждую пайетку отдельно это очень неблагодарная работа но делала я эти протяжки вот если посмотреть вот они их хотела сказать их видно но не так вот так вот если я вот так вот покажу их видно потому что опять тонкий фетр но с этой стороны их не видно я их делала не поверху видите я немножко цепляла переплетение фетра то есть они у меня не болтаются вот эти нитки они как бы в фетре мне кажется идея была хорошая потом нужно было сделать вышивку задеваю камеру потом нужно было сделать вышивку и пришить бисер вышивка это здесь усики у бабочек это стебельчатым стежком черным сделаны усики и пришиты две бисеринки вот так вот это все выглядит вот такие вот тут еще есть усики и так же нужно было сделать вот такие вот стебельки это был первый этап а понадобится он нам смотрите когда когда мы будем пришивать сюда листочки цветочки с номерами деталей 67 71 72 73 но вот это вот стебельки для деталей 73 делались первым пунктом в баннере и так же делались вот эти вот все стебельки тут вот тоже усики бабочки вот эти стебельки делались в общем все что вышивка и пайетки по голубому фетру потом если мне не изменяет память потом пришивались вот эти длинные стебельки потом вот эти верхние листочки и с верхними листочками как раз таки я тут немножко перебдела их надо было набить я их набила они очень пухлые вот если посмотреть но они слишком пухлые если посмотреть с другой стороны вот видите прям прям перебор и когда я их набила фетр как раз таки и повело вот этой вот первой волной я думаю что надо будет как-то мне посоветовали что можно с другой стороны во первых мне посоветовали что можно с другой стороны сделать хирургический надрез достать лишний наполнитель и зашить и мне посоветовали еще такой лайфхак немножко конечно страшно, но можно попробовать на каком-то другом кусочке сначала на каком-то ненужном в общем мне посоветовали горячим утюгом пройтись с другой стороны и что наполнитель он как бы уменьшится в объеме посмотрим мне кажется надо будет что-то делать с этими листочками, они очень красивые но очень пухлые и из-за этого и с этим скорее всего надо будет что-то делать потом делались цветы подсолнухи тут сначала вырезаются лепестки, расшиваются просто пайетками, потом пришиваются в определенной последовательности там один на него залезает еще один на него еще один на него еще один на него еще один потом делается серединка в серединке здесь видите тоже пайетки, бисер и стебельчатый стежок и пришивается серединка серединка поднабивается лепестки у нас плоские серединка у нас чуть-чуть такая набитая Здесь я уже поняла, что не надо вот это вот, вот это вот, вот это вот. И я уже так ее набила чуть-чуть. Потом пришиваются нижние лепестки. То же самое с вот этим подсолнухом. Вот эти вот элементы, это, наверное, пока мои самые любимые на этом баннере. Здесь есть листочки, которые такие же, как наверху, но я их набила уже поменьше. То есть я не знаю, ну вот прям видно, его прям ведет, ведет. Вот этот фетр несчастный, тоненький. Как вам показать? Вот эти вот листочки. И вот эти, видите, они более плоские, но все равно видно объем, но не такой зверский. И вот эти вот три листочка больших, они тоже набивались, они очень объемно смотрятся. Они так возвышаются над всем происходящим, очень красиво. Вот, смотрите. О, может вот так вот. Но здесь уже ничего не стянуто. Если посмотреть, как выглядит наверху, вот это все, мне кажется, это просто залом, надо отгладить. Вот этот вот большой. Если посмотреть, как это все выглядит наверху, то есть оно здесь настолько упруго, что, ну вот прям, что как будто лопнет сейчас. То здесь гораздо большего размера вот эти вот листики. И видите, оно выглядит совершенно не так. И здесь я изобрела новый для себя. Для себя изобрела, изобрела велосипед, наверное. Способ, как пришивать эти листочки, я их, как бы это правильно объяснить, в общем, я не просто прикладывала детали вот так вот, хопа, и пришила стежочки, стежочки, стежочки. А я ее немножко, вот представим, если это деталь, да, то я ее немножко присобирала вот таким вот образом. То есть она не плоская лежит, она немножко вот так вот возвышается. Пришила, 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 соответственно, вот здесь вот у нас мы видим, да, есть место и туда наполнитель. То есть, грубо говоря, я сделала такой мини-мини-мини карман, куда заложила потом наполнитель. Кстати, в качестве наполнителя у меня используется синтепух. Это не холофайбер. Холофайбер, он имеет такие пупу-пупуришки, в общем. И это не всегда хорошо, он может вот эту свою текстуру показывать из-под фетра, тем более тонкого фетра. Это у нас синтепух, это просто такой вот материал без какой-либо объемной такой структуры, знаете, вот этих вот каких-то штучек, каких-то вкраплений. Я его купила там за какие-то смешные деньги, целый мешок в обычном магазине с тканями, с фурнитурой, вот всякое такое. Так, значит, и сейчас я нахожусь на этапе забора. И давайте вам покажу, как у меня выглядит организация. Вы знаете, мне кажется, у меня тут уже вышло солнце. Давайте переедем с вами на солнце и покажу вам, продолжим разговор там. Так, перебрались мы с вами на солнышко и смотрите, что у нас есть. Посмотрите, как оно переливается. Смотрите, какая красота. Это, наверное, из всех видов деятельности, которая сопровождает, я не знаю, как это правильно назвать, вышивку, шитье из фетра, потому что тут у нас и вышивка, и шитье. Наверное, самым любимым моим этапом является пришивание пайеток. Вот я обожаю пришивать пайетки, маленькие блестящие штучки, это прям мое. Посмотрите, как оно потрясающе мерцает. Оно и при искусственном освещении мерцает, и при естественном, ну просто, просто красота. Так, я бы так стояла, я бы и стояла вот так вот, и бы и делала, если честно. Но надо вспоминать, что ты серьезный взрослый человек, и надо рассказывать что-то по сути, а не просто стоять и играться. В общем, все материалы у меня находятся вот в такой вот коробочке, очень компактном. И давайте покажу, что у меня здесь. Здесь у меня, во-первых, лежит забор. Одна деталь уже, как видите, вырезана. Каким образом, меня спрашивали в вышивальной неделе, вот у вас есть контур вот этот вот, да, разметка эта черная. Каким образом вы ее так срезаете, что ее не видно, или что вы с ней делаете, куда она девается. Я ее срезаю аккуратненько. Вот видите, вот так вот выглядит эта черная разметка, когда она есть. И, соответственно, вот так выглядит деталь, когда разметки нет. Как я, может быть, я рассказывала вам об этом в первом включении. Я вышила уже набор игрушек из фетра в Буциловске, свой самый первый. И там я снимала отдельное видео, где я показывала, как я делаю какие стишки, как я пришиваю там одну деталь к другой. Как я набиваю, как я вырезаю. Соответственно, там, по-моему, даже есть тайминг под видео. Я вам оставлю внизу в описании ссылку на это видео. Там, по-моему, даже есть тайминг. Там можно открыть описание к этому видео. И нажать там, грубо говоря, такая-то минута, такая-то секунда. Вырезаем деталь. Я там показываю, как это делается. Это все делается легко и просто. На вот этих деталях забора здесь тоже нужно было сначала сделать вышивку. Вот она у меня тоже стебельчатым стежком. Потом пришить пайетки. И потом это все надо попришивать на вот это вот место. На вот эти вот. Вот, например, вот она у меня деталь 40. Я ее уже вырезала. И ее нужно будет нашить вот сюда. Видите, тут даже будет сходиться трава. Вот видите, тут есть линия. И вот тут, видите, вот этот маленький кусочек. Вот этот маленький кусочек, это для вот этого. То есть оно должно сойтись. А, и вот здесь тоже. Как ориентироваться, как пришивать. Видите, вот эта вот пунктирная линия. И вот у нас тут трава будет нашиваться потом в будущем. Вот, видите, вот эта деталь. И, соответственно, чтобы нам ровно пришить вот эту деревяшку, нам нужно совместить вот эту и вот эту. Вот. И с этой стороны. И она будет ровно пришита. Вот таким вот образом. Это все будет работать. Так, разлетается мой забор. Значит, я уже тут повырезала, попришивала пайетки. Пайеток много. Здесь вот на каждой детали. Видите, тут тоже степельчатые стежки. Везде это заготовки под будущее. Вот эти вот листочки, цветочки. И последняя прям такая большая-большая. Это как раз-таки вот эта, для которой на самом первом этапе я делала вот здесь вышивку. Это вот этот вот кустик. То есть это будет вот сюда. Ну, соответственно, вырезанная. И вот этот вот кончик стебля будет сходиться вот с этим вот. Тик. Вот какая-то такая будет вот здесь. Какая-то такая будет история. И вот тут вот мы уже видим контур цветочка, который будет, видите, вот этого, который будет нализать как-то одну, эту деревяшку, так и на другую, где у меня последняя, 46-я. А тут вот у нас будет 46-я. И вот мы видим контуры вот этого цветочка, который здесь будет потом. Так. Единственное, здесь возник у меня вопрос небольшой по поводу белых пайеток. Все вот эти вот деревянные дощечки, они расшивались белыми пайетками. Но я не знаю, насколько мне удастся вам передать. Давайте поближе покажу. Эти белые пайетки, они какие-то не очень белые. Вот сейчас вам не передает, но я глазами вижу, что они... Ну, они все имеют какой-то оттенок. Кто зеленоватый, кто розоватый. Сейчас, кстати, вот действительно не бросается в глаза. Это очень интересный эффект. Потому что при искусственном освещении, когда я их пришивала, ну, там прям вот белый-белый, там поедино-иди. То есть они все с каким-то оттенком. Ну, вот мне кажется, можно увидеть, кто розовый, кто фиолетовый, кто зеленый. Странные белые пайетки, но выглядят красиво. Итак, значит, что у меня здесь еще лежит? Здесь у меня лежит кусочек фетра от самых первых как раз-таки игрушек пряниковых. И здесь у меня три иголки. Одна вот такая вот с широким ушком. Это все иголки от набора Буцилла, опять же, от двух, от полутора, скажем так. Одна такая с широким ушком и две тоненькие, которыми можно поедке бисер пришивать. И вот такая вот булавка плоская, как раз тоже хорошая для фетра, чтобы не шел волной, да, потому что если тут будет такой набалдашничий, как бусинка, то может волной идти, а это абсолютно плоская. Но я редко ей пользуюсь, если честно, но пользовалась несколько раз. В общем, вот такая вот у меня парковушка. Тут ножницы. Тимхольц это я покупала на 1, 2, 3 несколько лет назад. Здесь органайзер с нитками. Вот так вот я его разобрала. Использую тот же самый органайзер, который использовала и для предыдущего набора. Кстати, по-моему, я когда снимала вам предыдущий кусочек видео, я там что-то просчиталась с количеством ниток, потому что я смотрела на количество ниток, которые нужны для пришивания. И вот они, да, вот их перечень. Но оказалось, что у нас есть еще две нитки. Это у нас вот это вот и вот это вот Rust. В общем, вот эти нитки, это которые, вот эти вот все, это которые нужны нам для пришивания фетра. То есть у нас есть фетр вот таких вот цветов, как эти нитки. И еще два цвета. Это такой вот фиолетовый и вот такой. Что он здесь делает? Он тут должен быть вот. Они нужны для того, чтобы делать стебельчатый стежок. Вот этим вот цветом Rust я уже делала стебельчатый стежок в серединках подсолнухов. Вот. Эту пока не использовала. Но думаю, что в ближайшее время буду. Так, здесь у меня, если честно, пооставался бисер. В этом наборе у нас был только прозрачный и черный. Тот отправился, в общем, сейчас не об этом. Не используется он у меня. Я беру свой. И здесь у меня целая куча бисера. По идее, нужен только прозрачный и черный. Но я здесь не вынимала бисер с набора с игрушками. Думаю, пусть лежит. Но использую я действительно прозрачный. Вот его номер. Верхний это номер пресиоса. Нижний это номер по системе ВДВ бисера. Надо будет, кстати, прикупить. Он так достаточно быстренько у меня идет. На всякий случай у меня тут лежит еще белый. Два белых. Два разных белых у меня здесь лежит. Один просто белый, другой с таким симпатичным отливом. Вот. Главное. Я всегда, кстати, открываю-закрываю бисер исключительно над столом. Я сами детали пришиваю на баннер на руках. То есть, я на колени себе кладу, грубо говоря, укрываюсь этим баннером и пришиваю. Но фетер, этот бисер я всегда открываю-закрываю исключительно над столом. Я дико боюсь его рассыпать. Тут у меня еще серебристый. На всякий случай еще один прозрачный. Но я использую просто прозрачный. Ну вот прям прозрачный-прозрачный. А здесь еще есть вот такой вот. Это тоже прозрачный, но опять же с таким каким-то прикольным отливом. И мне кажется, что его возможно было бы и неплохо использовать на забор. Хорошая мысля, как известно. Приходит опосля. Так, здесь огромная коробка черного. Черная нитка. Это тоже с предыдущего лежит. Пусть лежит. Так, это те самые булавки я на Алиэкспресс покупала. Вот всякие разные с этими плоскими. Тоже лежат. Не мешают. Пусть лежат. Здесь у меня есть еще пинцет. Я им очень-очень редко пользуюсь. Кстати, я еще использую палочку. Я сейчас не найду конкретно ту, которую я пользуюсь. В общем, вот такие вот палочки, как удобно снимать видео на кухне. Это для еды такие шпажки. Ну, иди сюда. Одна. Вот, с одной стороны она плоская, с другой стороны острие. Я думаю, какая-нибудь палочка для суши тоже бы подошла. Но вот здесь прикольно, что есть вот этот острый наконечник. И когда нужно что-то поднабить, например, вот тот же самый листочек, мы пришиваем, 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 и осталась небольшая какая-то дырочка. И нужно набивать, и чтобы подтолкнуть сюда, вот в самый кончик этот наполнитель, я беру вот такую палочку и использую в этих целях ее. Но пинцет тоже бывало. Здесь у меня какие-то еще иголки нераспакованные. И пайетки. Пайетки я разобрала по вот таким вот баночкам. На белые пайетки пришлось большую баночку взять. Это я сейчас уже потратила. А так она была практически полная. У меня, кстати, совпали некоторые цвета пайеток с предыдущим моим набором. И я посыпала их, что тоже само по себе очень удобно. Вот они, значит, эти. Белые, я не знаю, опять же, будет ли вам видно, что они не так, чтобы совсем белые. Вот это оранжевые. То есть они не идеально белые. Какая-то это, как ее там, салатовая. В общем, какая-то такая история. Но на этой конкретной работе выглядит симпатично. Так, вот у нас коричневые. Вот эти баночки тысячу лет назад покупала в обычном магазине у нас в Киеве. Каком-то, опять же, вот это вот с фурнитурой, с вот этим вот всем. А вот эти вот на Алиэкспресс покупала недавно. Так, тут у нас зеленые, салатовые, золотые. Это как раз такие вот эти вот, которые на лепестки пришиваются. Так, черные, по-моему, вот эти вот голубые, по-моему, я, кстати, надо посмотреть. Ага, еще немножко голубых пайеток мне будет надо. Вот сюда, получается, 5, 10, 15 штук мне еще будет надо. Они уже использовались, они использовались как раз-таки вот для расшивания самого баннера. Но остаток хороший, потому что у меня в, опять же, предыдущем наборе, я все сравниваю со самым первым, пока единственным набором, который я вышила, там у меня каких-то пайеток не хватило, даже, по-моему, двух цветов. Не самый удачный опыт, как для первого набора, правда? Когда у вас никаких пайеток запасных в наличии не имеется. Но здесь, я думаю, 15 штук точно будет. И три цвета, которые я еще не использовала. Это у нас черные. Блестят они, конечно, все очень классно. Черные, вот такие вот фиолетовые. Их вообще мало, посмотрите. Я надеюсь, что хватит, но мне, опять же, есть чем заменить, я вам показывала. Разберемся. Но их здесь и надо-то немного. Хотя, не так уже и немного. Вот на эту бабочку и на эту две штуки. И вот тут на цветочки. Ну, будем видеть. И вот такие вот оранжевые, которые тоже будут использоваться на бабочках и еще не использовались. Вот так вот у меня тут все аккуратно сложено. Очень мне нравится, что это все в одной коробочке, в одном месте находится. И сложил себе баннер. Баннер у меня висит на спинке кресла. Так получается, что я на него не облокачиваюсь, но он висит постоянно. То есть, его не надо куда-то скручивать, складывать. То есть, очень удобная получилась организация. А все материалы можно просто вот так вот взять, скрутить и сложить в коробочку ножницы, органайзер с нитками. И даже, видите, влезают еще вот эти вот детали. Закрываешь и все очень удобно организовано. Так что вот так вот у меня пока обстоят дела с баннером. Сейчас, следующим этапом, я должна пришить вот эти вот все досточки. Потом по досточкам будут пришиваться сверху вот эти вот фетровые элементы. Потом будет пришиваться низ. Я так понимаю, тоже вот эта большая деталь низа. Она сначала будет расшиваться. Тут вот по ней стебельчатые стежки. И пайетки чего тут только нет. И потом будет нашиваться и будут пришиваться сверху еще все вот эти вот цветочки. И самым-самым финальным этапом у нас будут делаться бабочки. Если посмотреть на инструкцию, я пока что... Ну, инструкция выглядит, грубо говоря, вот так, да? Ну, тут еще небольшой кусочек с этой стороны. Ну, грубо говоря, вот так. Я нахожусь вот здесь. То есть я сейчас пришиваю... Буду пришивать детали 40-45. А всего у нас здесь деталей, как я вижу, 155. Ну, то есть я где-то сделала меньше трети пока что. У меня уже половина весны прошла. Пожалуй, надо ускоряться с этим всем делом. Надо еще подумать, как сделать тут сам подвес. То есть тут предполагаются петельки. Но я думаю, как сделать сам вот этот держатель. Мне уже написали, написала одна девушка, вызвалась мне помочь сделать на заказ вот этот металлический верх у баннера из проволоки какой-то красивый, выгнуть. Но я думаю, что вот эти петельки, я их... Я хочу не просто на что-то металлическое. Я хочу, чтобы тут была такая деревянная планочка. И уже она каким-то образом вставлялась в металлическую вот эту вот саму декоративную деталь. В общем, будем как-то крутить, как-то смотреть. Так что сейчас вот это вот все еще про баннер. И вот это. Вот это вот все. Вот это все. И вот это все. Это все про бабочек. То есть бабочки будут делаться последним этапом, когда у нас уже будет полностью вот этот забор. Вот это вот все, что на заборе. Вот эти все веточки. Потом будут делаться бабочки. И, я так понимаю, сюда нашиваться. Опять же, бабочки будут делаться в последнюю очередь. Но вот эти вот усики делались первым шагом. Вот так вот интересно это все складывается. Я думаю, что на этом мы с вами будем прощаться. И встретимся через какое-то время. Не знаю, сколько это займет. Но я собираюсь сейчас как-то немножко ускоряться с этим процессом. Встретимся с вами, когда у меня еще какой-то этап будет готов. И расскажу, как там дальше. У нас, кстати, еще на этом куске фетра. А, кстати, да. Я вам хотела показать то, о чем я говорила по поводу толщины вот этого фетра. Я не знаю, будет ли видно. Толщина вот этого белого. Ну, так, давайте я ровно сложу. Ну, мне кажется, видно. Но оно реально в полтора раза толще. Вот этот вот белый. Вот почему он прям жесткий, такой хороший. Почему из него, ну, вот из такого качества нельзя было сделать основу? Потому что, ну, вот смотрите, этот фетр. Да, как он себя ведет. То есть он более, вот ты его держишь, видите. Вот я держу, и он как бы вот держится. Вот я его держу, и он как бы вот держится, видите. Вот это, это просто такие уиу, уиу. Такое абсолютно что-то тоненькое. Ну, что поделать, что поделать. Надо там еще будет подумать по поводу задника. Или использовать то, что было в наборе. Или купить, найти какой-то большой лист тоже голубого фетра и подшить туда его. Ну, в общем, будем решать проблему по мере их поступления. Пока что я на таком этапе. По моим скромным математическим подсчетам у меня где-то треть. У меня где-то треть вышита баннера. Так что увидимся с вами через секунду. Покажу, что я там еще навышиваю. Итак, прошел еще месяц. У нас сегодня 26 мая. И как вы понимаете, пора уже заканчивать историю с моим фетровым баннером. Делается он увлекательно, но, к большому сожалению, медленно. Так, значит, я посмотрела, что я вам показывала в тот раз. У нас были подсолнухи. Опять же, посмотрите, как все блестит. Сейчас у меня полностью готов низ. Я расшила и нашила вот эти вот части забора. И полностью расшила низ. Такое оно плотненькое здесь получилось. То есть тут оно будет хорошо, я думаю, держать форму. Здесь получились... Тут вот у нас были такие объемненькие классные листочки. И вот здесь вот получились еще одни такие же объемные классные листочки. Это вообще мои, наверное, самые любимые элементы на всем этом баннере. Это вот эти вот листики. Они прям получились очень классные. Все блестит, все переливается. Все красивое, все яркое. И я закончила низ. Как видите, снизу мне пришлось отрезать кусок фетра, потому что здесь были нанесены вот эти вот цветочки. Их пришлось отсюда вырезать. Ну, я так понимаю, я еще не читала этап оформления, но я так понимаю, что вообще его надо будет как-то впритык обрезать. Ну, в общем, пока что история такая. И, конечно же, потом я перешла к этапу бабочки. Тут я вам должна была показывать, и не исключено, что ни один раз, что вот это вот у нас все баннер. Вот тут вот у нас начинаются бабочки. По одному пункту на каждую бабочку. И приступила я к этому всему. И теперь у меня есть вот такое вот количество бабочек. И еще две маленькие. Смотрите, какие симпатичные. Вот эти вот попроще. Тут, по-моему, ничего даже не набивалось. Такие вот две элементарные. Тоже маленькая. Давайте я вам поближе покажу. Тоже маленькая, но здесь уже я чуть-чуть поднабивала вот эти оранжевые элементы. И три бабочки посложнее. Видите, здесь уже несколько разных цветов фетра. Все расшито разноцветными пайетками. И здесь я вот эти вот белые элементы, я их набивала. И потом сверху нашивала вот эти желтые. Понятно, с уже пришитыми пайетками и сделанным стебельчатым стежком. И оно как будто бы стягивало вот этот вот белый элемент. И получается объем. Сейчас я вам на другой бабочке покажу. Там лучше видно. По-моему, на вот этой. Вот это такая интересная, такая половинчатая. И вот здесь как раз-таки хорошо должно быть видно вот этот вот объем. Вот оранжевое, оно стянутое вот этим вот белым, которое нашито сверху. Вот. Сзади ничем это не закрывается. Сзади они выглядят вот так вот. И пока что моя самая любимая бабочка – это вот эта. Она самая большая. Блестит. Красивая. Тоже объемная. Она даже немножко как-то я так ее сшила, что она, видите, даже вот держит форму бабочки. То есть не просто плоская, а такая вот объемненькая. Тут у нее крылышки. Самое в этом всем, ну, как сказать, сложное, не сложное, но самое такое кропотливое, наверное, это вот эти вот тельца. Они у бабочек поменьше, они, соответственно, меньше, вот это черное, видите, тело. У бабочек побольше оно больше, но его набивать, я его тоже набиваю, чтобы оно было объемное, его набивать – это, конечно, удовольствие ниже среднего, потому что оно маленькое, но ничего не поделать. В общем, я финальным этапом в описании каждой бабочки является пришить ее на баннер. Но я почему-то решила попришивать их всех в конце, поэтому сейчас мы с вами можем только поприкладывать. Значит, это у нас будет сюда. Усики, я думаю, вы помните, у нас уже находятся на самом баннере. Это будет сюда. Это аж наверх. Сюда. Так, и три маленьких. Одна здесь. Одна здесь и одна здесь. Что-то такое. Ну и, соответственно, у нас не хватает еще одной бабочки, но смотрите, как это все красиво смотрится. Надо будет в следующий раз, когда буду показывать вам уже готовый баннер, как-то... Или, возможно, я его просто на природе сниму, и там будет возможность показать его во всю длину, чтобы оно влезло в кадр. Ну вот сейчас я приложила бабочек, посмотрите, как это будет финально выглядеть. Мне кажется, очень здорово. И осталась последняя бабочка. Вот такая вот, с такими штучками на крыльях. И я вам покажу, как выглядит фетр для бабочек. Много здесь будет всего. Соответственно, вот это вот у нас верхние крылья. Вот это вот у нас нижние крылья. Потом на это все будут нашиваться белые детали. И по ним будет делаться стебельчатый стежок, пришиваться пайетки. Тут, я смотрю, тоже будет стебельчатый стежок. И тут... Короче, две фиолетовых детали, четыре белых, четыре желтых. И вот оно, это тело. Тело единственный элемент на этом баннере, который имеет изнанку. То есть, лицевую и изнаночную сторону. Все остальные детали у них только лицевая. Ну и, соответственно, три кусочка для подвеса. Думаю я еще, как сделать сам держатель. Но обо всем по порядку. Вот так вот сейчас у меня все это выглядит. Конечно, просто красотища. Так что мы с вами уже на финишной прямой. Сделаю, я думаю, сегодня эту последнюю бабочку. И в следующем кадре вы увидите баннер уже полностью-полностью готовым. Кстати, по поводу вот этой вот полосы, о которой я вам рассказывала. Я вот поприкладывала бабочек. И я вижу, что ее практически не видно. Возможно, я сюда... Ну вот, видите, вот она будет закрываться. То есть, если так, то ее видно. Если так, то нет. Может, я сюда еще какую-то одну пайетку начну. Ну, посмотрим. Мне кажется, не бросается в глаза. Что, конечно, очень-очень радует. На этом на сегодня все. Вот такое вот у нас не сильно длинное включение. И увидимся с вами в следующем кадре с уже полностью готовым баннером. И вот, наконец-то, мой баннер готов. Финальное включение. Сейчас расскажу вам, как происходил у меня процесс, как все пришивалось, как все сшивалось и так далее. Так, с чего начнем? Вы видели его уже полностью со всеми пришитыми элементами, кроме бабочек. И не было вот этой вот финальной бабочки. Как вы видите, с ней я тоже справилась. Все бабочки у меня пришиты по своим законным местам. И баннер у меня уже полностью сшит. О, солнышко решило нас порадовать. Пока оно есть. Давайте покажу вам, как это все дело переливается. Переливается как при искусственном освещении, так и при естественном. Очень красиво, очень нарядно, очень так жизнеутверждающе. И я вам хочу сказать, когда я увидела баннер в готовом виде, я поняла, что он мне нравится. Наверное, он мне нравился и до этого. Я бы его не приобрела, если бы он мне не нравился. Но он мне... Я влюбилась в него еще больше после того, как увидела его вживую уже оформленным. Да, он не помещается мне тут на фотофон, поэтому я его подсняла отдельно. Сейчас я вам показываю на большом столе. Вот так вот все это выглядит. Вот такие вот масштабы. И можете видеть по сравнению с моей рукой, что баннер на самом деле получился очень немаленький. Давайте с вами посмотрим, насколько немаленький. Перевернем. Помещается он у меня только вот в таком вот виде. Так, здесь он у нас ровно 50 сантиметров. А было заявлено 54. А, это, наверное, с подвесами. Вот, я не догадалась. Да, 53, если с подвесами. И здесь он у нас 35,5 сантиметров. А должен быть 34. Ну, короче, очевидно, в процессе он у меня немножко растянулся. Смотрите. Я пользуюсь, я пользуюсь лучами солнца. Смотрите. Как это все потрясающе выглядит. А с другой стороны это все выглядит вот так. Здесь у меня плотный голубой фетр. Фетр трехмиллиметровый. Я не использовала вот этот вот материал, который был в... О, здравствуйте. Это я с собой носила, чтобы подбирать фетр в магазине. А это я с собой носила, чтобы подбирать размер. В общем, я решила не использовать этот материал. Не тканый. Ну, что-то оно очень странное, прозрачное, с вот этим бесконечным количеством заломов. В общем, я решила, что это не то, что мне нужно. И спасибо огромное моей подруге. Она проходила мимо магазина. Мне, кстати, зрители в комментариях написали, что где-то на Дарнице есть какой-то магазин в Киеве, где продают фетр на метраж. И она купила, вот у меня еще огромный кусок. Еще... Ну, на два баннера нет, но на один точно хватит. Она мне купила вот такой вот огромный кусок фетра, трехмиллиметрового, толстенького. И это, кстати, то, что нужно было для этого баннера, потому что я вам рассказывала, основа была тоненькая. И вот этот фетр, он очень хорошо уплотнил работу. Сшивалось это все, я сшивала швом этот обмёточный петельный, который называется. То есть просто обмёточным здесь у нас пришивались все детали. А вот этим вот петельным пришила сам фетр к заднику. В общем, не знаю, насколько здесь будет видно, но тут вот такие петельки идут по краю. По поводу материалов я вам могу сказать следующее. Не хватило салатовых ниток, мне пришлось брать. Ну, здесь хорошо, здесь есть ключ, здесь есть номера, Хоть здесь идут в составе нитки не DMC. Я взяла салатовую нитку DMC. Она была приблизительно такая по цвету, не точно такая, но здесь это не особо важно. В общем, я брала свою нитку. И также золотистые пайетки у меня закончились все, вы не поверите. Но я пришивала, вот мне надо было пришить одну последнюю пайетку. И у меня была одна последняя пайетка. То есть золотые пайетки ушли все до единой. И насколько я припоминаю, я не теряла золотистые пайетки. Вряд ли производитель так гениально рассчитал, что вот просто, знаете, пересчитал их поштучно. В общем, наверное, это тот случай, когда у кого-то останется несколько, а у кого-то несколько не останется. В общем, такой вот не очень приятный был опыт, но хватило, как бы и слава богу. Так, наверное, покажу вам еще кадры поближе баннера, как это все выглядит. Я его возила с собой на дачу и немножко там это все дело подсняла. Также он уже ходил со мной на рукодельную встречу. И, кстати, я все чаще и чаще наблюдаю на рукодельных встречах увеличение количества фетровых процессов. В этот раз были и игрушки фетровые, и несколько фетровых сапогов, и мой баннер. Поэтому я так понимаю, что это дело начинает затягивать в свои сети все больше и большее количество рукодельниц. И, в общем-то, не зря, потому что это очень увлекательно, очень красиво и действительно несложно. Я понимаю, что если вы не делали пока ни одного фетрового процесса, вам может казаться, что это не так. Да нет, это сложно, но на самом деле нет. Это не сложно. Мне кажется, подобрали мы здесь отличный цвет. Единственное, что нужно было обрезать прям впритык-впритык фетр и потом сшивать в зависимости от цвета фетра. То есть вот здесь, где голубое, я сшивала голубой ниткой. Здесь, где зеленое, сшито зеленой ниткой. Здесь, где салатовое, сшито салатовой ниткой. Так что тут у меня надо было подбирать цвет. И давайте покажу вам сам держатель. Держатель потрясающий. Мне кажется, лучше ничего невозможно было придумать. Держатель выглядит вот так. Сейчас как-то подвинем немножко баннер. Вот так вот выглядит держатель. Делала мне его девушка Алла. Это Эбби Викрафтс. Я думаю, многие видели их держатели в Инстаграм. И здесь, давайте, не знаю, как... О, наверное, вот так вот будет хорошо показать. Он делался специально под мой баннер. Соответственно, это подсолнух. Ну, какой-то из этих. И, очевидно, очевидно, вот эта бабочка. Вот она. Тень отбрасывает. Вот, очевидно, это вот эта вот бабочка. Я же не знаю, как вам показать. У солнца есть свои преимущества и свои недостатки. И здесь очень интересная система крепления. Я думала, что сюда какую-то деревянную нужно будет штучку делать. Но в итоге я посмотрела. Галя, ночная вышивальщица, придумала прекрасную просто вещь. Здесь у нас крючочек. Раз, расстегнули. Сюда вдели вот эту вот штуку в петельки. И закрыли. Закрыли замочек. И все. Можно это все подвешивать вот здесь. И здесь есть, как вы видите, место для каких-нибудь гвоздиков. Давайте еще вот так вот попробую вам это все дело показать. Здесь такая, смотрите, какая классная штучка. Такой шарик. И покрашен держатель в темно-зеленый цвет. Это не черный. Думали, мы крутили, делать черный, делать белый. Но в итоге мне показалось, что вот темно-зеленый будет идеально. И так и да. Он очень красиво смотрится с этим баннером. И черный, мне кажется, смотрелся бы хуже. Давайте еще раз. Вот так вот. И покажу вам сейчас отдельно тоже этот держатель. Как он выглядит в естественной среде. Назовем это так. В общем и целом, что я вам хочу сказать. Я довольна. Я довольна. Довольна очень тем, как все это у меня получилось. Работа очень красивая. Давайте опять ее как-то вот так вот повернем. Работа очень красивая. Работа очень увлекательная. Кстати, я посчитала, что ушло у меня на нее 25 подходов. Короче, не будем называть это 25 вышивальных дней. Или швейных дней. Или как это сказать. Ну, в общем, за 25 подходов я с этим баннером справилась. Понятно, да, это все двигается, как вы уже видели. Все вот эти вот крылышки. Все это подвижное, пухленькое, блестящее. И теперь висит и украшает мой дом, чему я несказанно рада. На этом история фетрового баннера заканчивается. Перед этим вы могли наблюдать на моем канале историю фетровых игрушек. И в ближайшем будущем вы сможете наблюдать на моем канале историю фетрового венка. Вот так вот. Я не устаю какие-то новые находить себе фетровые активности. Но действительно интересно попробовать, скажем так, большинство изделий, которые предлагает нам Буцилла. На этом все. Я буду это видео, длинное видео, очень длинное видео заканчивать. Спасибо всем огромное за внимание. Удачи вам, творческих успехов. Берегите себя. Пока.